Нурлан, добрый день. У нас с вами уже вторая встреча. Напомните мне, пожалуйста, какую цену вы за квадратный метр просили в тот раз? В прошлый раз мы разговаривали с вами, мы вам предложили 1100 рублей за квадратный метр. Место шикарное на первом этаже при входе. Да, я сказал вам в тот раз, что в любом случае мы будем обмозговывать, будем думать и попросил вас, чтобы вы подумали, о какой цене все-таки мы готовы пожать руки, на какой цене. Сколько вы готовы нам уступить, какая окончательная цена будет? Ну, смотрите, я тоже, получается, как в продажах не первый день. Мне несколько вопросов задать для того, чтобы правильно, конструктивно вести продуктивный переговор с вами. Конечно, Нурлан, сразу после того, как вы мне ответите, что вы подумали на счет скидки. Без вопросов. Окей. Ну, насчет скидки мы, в принципе, хотели сделать скидку. Единственное, вот я просто в интернете везде искал про вашу компанию, вот я не мог как бы уточнить. Вот ваша цель сейчас, стратегия вашей компании какова? Узнать, какую скидку вы нам готовы предоставить. Нет, я имею в виду в целом. В целом узнать, какую скидку вы нам готовы предоставить. Ну, скидку, смотрите, можно 1050 сделать, как говорится, по-свойски. Ну, соответственно, необходимо будет подписать некий договор с оглашением конфиденциальности, как скидку никому. Ну, Лан, а подскажите, пожалуйста, а с чего вы формируете цену? Ну, я должен понимать, вот 1500, ой, 1100, 1050. С чего сформирована эта цена? Ну, во-первых, мы провели анализ маркетинговой. Те, на этот момент, стоящие торговые центры, да, безусловно, они предлагают цену диревле, но, учитывая класс нашего торгового центра, у нас А-класса, далее у нас все новое в связи с этим. И плюс мы питаем, как бы, обслуживающий персонал, то есть, как говорится, удовольствие от скидки, оно не длится так долго, как удовольствие от кайфа. Вот, то есть, на сегодняшний день мы можем вам гарантировать качество, то есть, чистота, порядок, все, то есть, оборудование, это видеонаблюдение, устройство пожаротушения, обслуживающий персонал необходимый. Мы, анализ у нас, вы знаете, да, управленческая компания, мы уже не первый день, они мирового уровня, то есть, прошли. Соответственно, у вас вот проблем в плане, допустим, там, вытяжки, вентиляции, протушения, реализации, в этом проблем не будет. Вот, соответственно, да. Не-не-не, я вас слушаю, это я записал, да, и вздохнул. Вот, да, то есть, это все, и еще есть такой момент, то есть, мы нанимаем высококвалифицированных опытов в нашем торговом центре, чтобы поставить качество, соответственно, мы поставили цену за платы выше рыночной. Соответственно, отсюда исходит калькуляция арендной платы за квадратный метр. Прошу прощения, о каких специалистах вы говорите, которым вы готовы платить больше? Это вот обслуживательный персонал в торговом центре, который будет. То есть, это вплоть до охраны, технический персонал, электрики из категории. Нурлан, вот все, что вы сейчас мне сказали, вы знаете, я бы, наверное, сразу бы пожал руку на тысячи пятидесяти. Вот все, что вы мне сейчас сказали. Если бы ваш торговый центр не находился бы в том месте, где он находится. Он, дело в том, что очень далеко находится, он удален. И я понимаю все, что все новое, все, что новое. Я понимаю, что идеальное обслуживание. Но если мы не будем зарабатывать деньги, как продавцы мебели, да, ну, я говорю от себя. Понятно, что мы с вами говорим, у нас тайные переговоры. И понятно, что любое решение, оно останется между нами. И бумагу мы подпишем. Ну, как бы, они разглашения, я вас прекрасно понимаю и поддерживаю. Но, Нурлан, квалифицированные люди, уборщики, охранники, они нам прибыль-то не принесут. Поэтому, понимаете, все ваши аргументы рушатся через местоположение ваше. И у меня такой момент, смотрите, Нурлан. Вы сейчас вкладываете деньги в строительство данного торгового центра и развитие его. Ваша задача сейчас найти людей, которые зайдут и будут там торговать и продавать и приносить вам прибыль. Я же правильно понимаю? То есть, у вас же не благотворительный фонд, а прибыльный. Да. И от этого я бы хотел поинтересоваться. Нурлан, а у вас все-таки, как у собственника этого торгового центра, долгосрочно вы хотите со мной сотрудничать или краткосрочно? Я бы сразу ответить, конечно, долгосрочно. Тогда давайте мы с вами подумаем, знаете, о каком моменте. Я готов прямо здесь и сейчас пожать вам руку и заплатить за 6 месяцев вперед по 600 рублей за квадратный метр. А через 6 месяцев, то есть вот этот период мне нужен для того, чтобы я сразу нес небольшие убытки. Я убытки в любом случае буду нести, пока я буду нарабатывать эту точку. Я понимаю, вы будете людей приглашать, я буду людей приглашать, мы совместно будем. Но вы с первого дня начинаете окупать свой торговый центр, потому что люди начнут вам платить. Я не говорю, что вы с первого дня его купите, я говорю, что вы начнете окупать. А я с первого дня сразу начну нести расходы. И мне нужно хотя бы вот эти 6 месяцев по 600 рублей за квадратный метр, а через 6 месяцев мы с вами садимся за стол переговоров и переобсуждаем цену. Но я за 6 месяцев готов заплатить сразу прямо здесь и сейчас. Ну, предоплату я имею в виду за 6 месяцев готов сделать. Что скажете на мое предложение? Так, уважаемый Андрей, да, спасибо. Вот касательно места расположения, хотел бы добавить, то есть это больше, наверное, плюс-минус. Почему? Потому что рядом у вас не будет конкуренты. Вы знаете, здесь рядом как раз-таки у нас сейчас строится жилье на один только комплекс, тысячи квартир, таких будет 7 башен по госпрограмме, дома. Все они будут закупаться. Ну, ладно, прошу прощения, что вас перебью. Именно по этой причине я и прошу у вас пожать руку здесь и сейчас на 6 месяцев. То есть я же не говорю вам, что давайте мы пожизненно там подпишем этот договор. Это же не на год. Я понимаю, что это все будет, но я говорю про здесь и сейчас. То есть здесь и сейчас я должен буду платить. То есть здесь и сейчас я должен буду не зарабатывать, а вкладывать. А вкладывать я буду, Нурлан, давайте будем по-честному. Ну, мы бизнесмены, то есть здесь без всякой какой-то подоплеки. И вкладывать я буду в возврат вам средств, ваших вложенных. То есть, получается, первые 6 месяцев я буду работать на вас. Смотрите, Андрей, у нас есть финансовая модель, по которой мы должны выдержать все расходы. Честно говоря, я бы с удовольствием просился бы на счет. И за квадрат на 6 месяцев это не будет. То есть модель эта получается. Искание будет, и будут определенные трудности. Я не смогу защитить советы директоров. Может, давайте хотя бы рассмотрим цену 1050, и сделаем вам рекламу, допустим, за нашу. Либо билборд, вот, видите же, приходит. Давайте лучше поговорим. Хорошо, ну, как бы 1050, я вам сразу говорю, что я не соглашусь. То есть это как бы, ну, это не обсуждается даже. Я понимаю, что это для меня, вот как вы говорите, есть финансовая точка, да. Ну, и у меня эта финансовая точка, она тоже подсчитана именно через 600 рублей. Вы говорите, что 600 рублей с предоплатой за полгода вас не устраивает. Потому что вы не сможете объяснить своим директорам. Я правильно понимаю? Это единственная причина. Ну, и также финмодель. А давайте тогда мы уберем полгода, уберем полгода и предоплату. Давайте мы поговорим тогда о четырех месяцах, но без предоплаты. О какой сумме мы можем поговорить, если это не 600 и не 1050? Так. Ну, надо обсудить. Как дальновидные люди? Как дальновидные люди, давайте подумаем. Смотрите, вот сколько я знаю, вот сейчас люди имеются, верно? Все верно. Одна две тысячи, другая четыре тысячи квадратных метров. Да. И там я плачу, и там я плачу в одной точке 800 рублей за квадратный метр, в другой точке я плачу тысяча за квадратный метр. Но я плачу за помещение, которое мне приносит прибыль, а не которое мне сейчас нужно раскачивать. То есть, я еще раз говорю, я прошу какой-то период времени, мне нужна раскачка. Я не прошу у вас подписать договор на постоянно на таких условиях. Мы просто сейчас давайте обсудим сумму и срок, в котором мне нужно качнуться, чтобы я деньги не сразу просто... Я же понимаю, что это мои убытки, это мой минус, но это вложение в будущее. Я это понимаю. Там 800 и тысячу я плачу. Вы же изначально там столько платили, да? Вы же тоже раскачивали. Там местоположение, Нурлан, вы поймите, местоположение, которое мне начало приносить прибыль с первого дня. То есть, оно мне не прибыль начало приносить, оно мне самоокупаться начало с первого дня. То есть, получается, я не вносил никаких денег. Я открыл бизнес и сразу начал зарабатывать. А у вас я открою бизнес, и я не сразу начну зарабатывать. Нам нужно дождаться, пока сдадутся первые дома. То есть, нам это нужно. Люди же не будут закупать мебель, еще не имея квартиры? Да, они уже вот-вот скоро будут. Как раз у нас через пару месяцев открытие. Вот у них выдача ключей через пару месяцев. Ну, давайте мы поговорим с вами. То есть, ну, хорошо, я готов тоже брать на себя риски, расходы какие-то. Я еще раз говорю, но если не 1050 и не 600, ну, какая другая сумма? Давайте сумму сначала обозначим. Ну, давайте вот, если мы подпишем вот NDA, мы могли бы договориться на 1000 рублей. Я попытаюсь, то есть, уговорить совет директоров. 1000 рублей можно, в принципе... Нурлан, давайте, я прошу прощения, чтобы просто ваше время. Давайте на 800 остановимся и на 3 месяца. Ну, 1000 рублей, я же еще раз говорю, я плачу 1000 рублей за место, в котором я зарабатываю, Нурлан. Да, я это... Мне, вы поймите, Нурлан, какая будет уборщица убирать, ну, это для меня и какой охранник будет охранять, у нас же не 90-е годы, охранник охранять-то от кого будет? Ну, вот, как бы, давайте по большому счету. Охранник от чего охранять-то будет? Ну, от строителей. Еще раз? От строителей, строителей, которые рядом. Ну, Нурлан, это вы поймите, вы мне сейчас рассказываете свою бизнес-модель и свои расходы вы хотите повесить на меня. Ну, немножечко, скажем так, я снимаю комплекс, снимаю этот комплекс, и я понимаю, что ко мне не придут никакие рикетиры. Ну, а с другой стороны, если придет какой-то рикетир с пистолетом, что сделает этот охранник? Вы что, набираете краповые береты? Или ВДВшников набираете после прохождения горячих точек? Это же будут обычные дядьки, которые, извините меня, даже толком драться-то не умеют. Уж не будем говорить о применении оружия. Ну, Нурлан, давайте на 800 рублей пожмем руку на 4 месяца с предоплатой, и, как бы, я думаю, все останутся довольны. А вот через 4 месяца мы с вами встречаемся и переобсуждаем. Я подписывал бумагу о неразглашении наших договоренностей, ну, как бы, мне самому себе в карман гадить-то тоже не вариант. Поэтому давайте мы с вами учитываем следующие факты. Я готов у вас снять, если мы сейчас жмем руки на 800 рублей, на 800 рублях, с условием, что я плачу предоплату сразу за 4 месяца. Через 4 месяца мы садимся с вами и ведем диалог о повышении арендной ставки. При этом я подписываю бумагу и не разглашаю никому. И я вам более чем скажу, что мой бухгалтер, который будет переводить вам денежные средства, она тоже подпишет соглашение о неразглашении информации. Благодаря всем вот этим моментам, благодаря всему этому, что мы получаем? Вы даете, то есть вы получаете долгосрочного арендатора, долгосрочного арендатора, который зарекомендовал себя в свой адрес, как человек благонадежный, потому что я снимаю уже два помещения в двух разных местах и накладок у меня не бывает. Второе, вы получаете, то есть ежемесячную прибыль, постоянную. И в конечном итоге мы, помогая друг другу развиваться, мы дальше следуем, идем и идем. Чем больше, смотрите, такой же момент, Нурлан. Я сейчас ничего не обещаю, я говорю о возможностях, которые открываются. Чем больше будет строиться вот этот комплекс, расширяться, тем больше у меня будет интереса у вас снимать площадей. То есть ваших площадей снимать. В чем заключается вывод? В том, что вы, приобретая, сейчас договорившись со мной, пожав руки, вы приобретаете возможность в будущем сдавать одному человеку на долгосрочный проект больше помещений. Я же так понимаю, вам же разницы нет? Один человек весь ваш торговый центр будет снимать? Или 500 человек? Нет уже разницы, если один возьмет и снимет? Как бы есть две стороны, да? То есть есть риски. Например, если мы сдадим вам большую площадь, и вы захотите уйти, то тяжелее будет найти следующий арендатор от большого площадь. Но с другой стороны, вот прямо сюда, я прошу прощения, что я перебиваю, но прямо сюда. Обратите внимание, если я вдруг съезжаю... Я уже привык, перебивайте. А? Я уже привык, перебивайте. Да, ну извините, вот такая, да, дурная привычка, как Черчилль, да, сказал, да хватит меня перебивать, мне сложно вас перебивать, когда вы меня перебиваете, да? То есть вы из этой позиции. Ну ладно, скажем так, смотрите, какой интересный момент. Если я съезжаю с торгового центра, то у вас есть возможность на наработанное место проводить переговоры уже с другой мебельной фирмой. На наработанное место. Поэтому это не минус, это плюс. Но сейчас мы с вами разговариваем не о большой площади, а мы с вами разговариваем о той площади, которая там, сколько я не помню, там, квадрата. Поэтому давайте будем жать, Нурлан, руки и пошли зарабатывать деньги. Так, ну вот касательно... Я с вами согласен и, в принципе, учитывая тот рынок, который вы принимаете на данный момент, в принципе, как ясно, да, сотрудничество. Есть сухие, которые необходимо будет, скажем так, обосновать и оплачивать, да? То есть здесь такой момент. Если вы покинете наш комплекс, это будет больше, наверное, не плюсом, как наработанное, это больше даст определенные сомнения для будущего арендатора, так как они скажут, ну как с этого помещения, если ушел сам бриллиант, то значит здесь что-то нет, да? То есть и каждому не будешь объяснять, да, что да как и так далее. Поэтому этот... Нурлан, спасибо вам огромное. И еще раз извините за то, что вы назвали меня бриллиантом и искренне признаете мои достижения. А теперь вопрос, Нурлан. Если нас искренне на рынке считают бриллиантами, это невозможность будет вам, будущим клиентам, говорить о том, что, ребят, у нас вот такие люди заходят. То есть у нас люди зашли вот по такой. Мы же будем являться как триггером, привлекая для этого. Поэтому, Нурлан, давайте сжать руки и... Поэтому я вам делаю скидку уже в 200 рублей. То есть не 200, 100, да? Уже 100 рублей. 100 рублей на 250. Это уже, то есть, немаленькая скидка. Давайте тогда сделаем так. То есть вот учитывая то, что вы бриллиант, то, что вы сейчас на рынке. Я бы хотел добавить, что несмотря на то, что вам придется нарабатывать, раскачивать эту точку, у вас есть большой плюс. У вас есть плюс в том, что у вас есть две другие точки, которые тоже зарабатывают, как вы сказали. И вы можете где-то первое время перекрывать. То есть это как инвестиции на перспективу. Вот. И более того, когда у вас будет три точки, соответственно, доля рынка больше, капитализация в Америке увеличивается. Это не расход, это наоборот плюс. И... Также хотел добавить, что если вы первые откроетесь в нашем районе, вы снимете сливки. Вот. Это тоже надо учитывать. Более, что вы знаете, у вас все поставлено, у вас все стандартизировано. Нурлан, именно по всем вот этим аргументам, именно по всем этим аргументам, которые вы сказали, я и прошу у вас не год, а я прошу у вас всего четыре месяца по этой цене. Ни больше, ни меньше. Я не прошу. То есть мне нужно, дайте мне четыре месяца. Вот при всех вот этих условиях, то, что вы сказали, поэтому я и говорю, через четыре месяца садимся и пересматриваю. Никаких вопросов. Давайте... Я могу... Два варианта. То есть, как... Давайте. На свой страх и риск. Первый вариант. Первый вариант. Вы берете 250 квадратов по цене 500 рублей. Так. Договор будет в долларах с ценем ежегодной учителяции. Либо вы берете не 250, а 500 квадратов, вот как вы сказали, уже измеренно, чтобы я был... Тогда я готов буду вам сделать с ценой на 750 рублей. Нурлан, давайте, наверное, первый вариант я лучше оставлю себе. Да, это хороший вариант. Первый. Вот по 9 рублей. Да. Мне пока такая большая площадь не нужна. Ну вот прям... НДА, то есть, соглашение конфиденциальности. И то, что я вам обещал, мы это все договорим. Без вопросов. То есть, мы жмем руки на 900 рублей, правильно? 900 рублей, 250 квадратов. Да. И открываемся вместе. Ну, понятное дело, да, что открываемся. Я-то раньше вас точно не смогу открыться. Жмем на 900 рублей? Да. Отлично. Ну, ладно, красавчик. Спасибо. Мне понравилось. И...